На его живописных полотнах такие узнаваемые щелковые места – Дворец культуры, Пролетарский проспект, Троицкий собор, а еще деревни и поселки Щелковского района. 2 апреля исполняется 95 лет со дня рождения заслуженного художника Российской Федерации Германа Безукладникова. Мастера, безусловно, выдающегося, внесшего огромный вклад в развитие культуры Щелковской земли. В частности, он возглавлял Щелковский клуб художников, был советником главы района Леонида Твердохлебова по культуре и искусству. Во многом его усилиями в середине 90-х была открыта Щелковская художественная галерея. Здесь он работал хранителем фондов и председателем художественного совета. Теперь в стенах галереи открылась выставка работ художника, посвященная юбилейной дате. При этом Герман Безукладников не был коренным щелковцем, он был родом из Алматы. В Щелково переехал в 61-м вместе с женой, тоже знаменитой художницей Ириной Воробьевой. Много путешествовал по стране и миру, писал картины, на которых запечатлевал страницы истории России. Но на большинстве полотен мастера в центре внимания человек труда. Выставка так и называется «Гимн труду». Освоение целины, строительство братской ГЭС, трудолюбивые советские люди на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, в мастерских и лабораториях. Многие картины Безукладникову специально заказывали предприятие, чтобы потом выставлять у себя. И все работы, будь то живопись, графика, рисунки или простенькие наброски, наполнены оптимизмом и радостью, доказывая, что изображение человека труда может создавать эстетическую и духовную красоту. Картины в духе социалистического реализма вызывают у старшего и среднего поколения теплую ностальгию по советскому прошлому, а молодежи дают повод задуматься и поучиться. Сегодня квалифицированное освоение рабочих профессий вновь ставится во главу угла. Российская экономика меняется и находится на пороге новых открытий и перспектив. Это отметил на открытии выставки вице-президент Щелковской торгово-промышленной палаты Антон Малинин. Будущее за ремеслом. То, что изображена картина, трактористы, хлеборобы, люди, которые работают, механизаторы, это будущее нашей страны, нашего бизнес-сообщества, нашей экономики. Обратите на это внимание. Я готов вас заверить, что если вы будете обладать ремеслом, у вас в будущем все будет очень-очень хорошо. Стихи и песни о людях труда в исполнении актера театра и кино Андрея Трубина дополнили эту перспективу. Мне не нравятся люди манерные, не мажоры и не тусовщики. Я пришел в общество акционерное, чтобы работать слесарем, сборщиком. Мои руки отверткой натружены, винты в гайки вставляют уверенно. Мои руки в моей фирме нужны. Этот факт проверенный временем. Выставка работ Германа Безукладникова – это совместный проект художественной галереи и Щелковского историко-краеведческого музея. Часть работ предоставлена племянницей художника Полиной Головановой. Часть из фондов музея. Основная коллекция принадлежит галереи. Проект первый, но далеко не последний. У двух учреждений культуры теперь совместное будущее. У нас ждет объединение с галереей, музеи и галереи. Наши фонды объединятся. И я думаю, что именно объединение фондов позволит нам делать новые художественные проекты, которые связаны с творчеством щелковских художников. Я хотела бы выразить огромную благодарность директору Щелковского историко-краеведческого музея Наталье Владимировне Богдановой за помощь в подготовке, в формировании этой выставки. Выставка, посвященная 95-летию со дня рождения заслуженного художника Российской Федерации Германа Безукладникова, будет работать в галерее до 8 апреля. Ирина Микедна, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.